Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в War Survival Evolved и продолжаем наше модифицированное выживание на карте Рагнарёк. Соответственно, давненько я не погружался под воду, и я, честно говоря, очень хотел протестировать альфа-мегалодона. Я так посмотрел, вообще на сервере их больше 20 штук, так что я думаю, что у нас не возникнет проблем их сегодня найти. Пойдёмте в первую очередь сегодня себе приручим мегалодона. На этой неделе абсолютно точно появится сервер Анунаки, Extinction Core ещё до конца непонятно, потому что тут ещё нужно кое-что доделать и кое с чем разобраться. Но сервак по Aberration уже запущен, так что у кого Aberration есть, захотите, играйте, я там тоже играю, и я оттуда периодически стримлю. Соответственно, будет айпишник сервака в описании, ссылочка на группу ВКонтакте моих серверов. Погнали, попытаемся приручить себе альфа-мегалодона. Ну, для начала мы постараемся его найти, но я не думаю, что у нас с этим возникнут проблемы, потому что у нас с вами есть наши ихтиозавры, ну, дельфины, господи. Конечно, это не совсем дельфины, или совсем не дельфины, так скажем, но просто похоже, поэтому их так и называют. Я вот там вижу уже корнотавры рядом, ходящего с моей... с моим загоном водяным. Но маленький, самец 135-й, маленький. Так что давайте сгоняем и попытаемся их приручить. У меня с собой есть... у меня с собой, в принципе, всё есть. Это у меня из лучей в основном. Вот, транквилизирующий гарпун. У нас с вами есть легендарное транквилизирующее гарпунное ружьё. Мы его... ну, у нас два таких есть, мы их просто получали с боссов. Также я помню на стриме меня просили приручить двух вот этих вот красных Трицерапторосов. Я в первую очередь просто хочу посмотреть, какого они уровня. Это, ммм, самец 135-й и самец 90-й. В принципе... там даже ими, я помню, предлагали. Хммм... ладно, вернёмся, приручим. И я думаю, что вот этот самый обычный Корнотавр с ними ничего не сможет сделать, потому что Трицерапторсы из Джурасик Парка, они гораздо-гораздо сильнее. Самочка, Мегалодон и 55-я приплыла просто так стоит здесь. И, кстати, в Джурасик Парк Экспеншн есть отличный, просто шикарнейший босс морской. Но он почему-то абсолютно у меня здесь не спаунится. Я, наверное, сегодня его заспауню командой и покажу, потому что прошло уже больше двух недель, и я несколько раз перезапускал всех динозавров на серваке, и он здесь не спаунится. А также мы с вами сегодня обязательно дадим парочку имён животным, то есть я теперь буду стараться хотя бы каждый выпуск одно-два животных называть как-нибудь. А периодически, может быть, даже будет больше. В смысле, каждый выпуск именно по этому выживанию. Секунду, я забыл седло на Мегалодона, он у меня тоже есть, мы его с вами выбивали из этого самого Золотого Пикси. О, смотри, кто меня здесь встречает, зараза. Прямо на выходе, а? Сразу Мегалодон. Тихо-тихо-тихо, Ныхтиозаврии, не нужно зарубаться. И ещё один Мегалодон. О май гад, ты посмотри, что здесь творится. Ты посмотри, что здесь творится. Давайте сделаем так, а я не могу свистнуть из-под воды. Ну-ка, вот сюда. Нейтралитет. Давай-давай-давай-давай, грызи их, грызи их, мой хороший. Ну всё, отлично, со всеми расправились. Так, главное теперь отсвести этих всех обратно на пассивочку. Ты куда пошёл? Давай, возвращайся. Ну что ж, погнали искать Альфа Мегалодона. Я думаю, что у нас вообще не должно с этим возникнуть никаких проблем. Потому что у нас очень быстрый их тёрнис и вообще их очень много. Сейчас постараюсь по-быстрей коммунатип. Блин, плезиозавры везде. У меня там рядом с базой плезиозавры. Здесь плезиозавры. Но нет, все маленькие. Это всё очень маленькие плезиозавры. Вообще здесь прям огромное количество акул. И... Секунду. Я походу нашёл, да? Так, секунду. Самочка Альфа Мегалодона 145-я. Я, знаете, что хотел сказать? Что просто очень плохо, потому что не видно свечения под водой особо вот Альфачей. А... Я это уже давно заметил. Они здесь не так сильно светятся. И тут за мной как раз увязывается эта зараза. Просто, ну, в принципе, просветки видно, что... Да, просветки определённо видно, что это Альфач. На самом деле, очень сложно становится управлять их тёзавром, когда у тебя в руке винтовка. Как-то к этому немножечко, на самом деле, привыкнуть нужно. Тут везде очень много всяких опасных-опасных тварей. Включая Мегалодона. Давай-давай, жмём. Жмём. Отлично. Так, немножечко развернулись. Наверное, вот так попаду. Не попал. А вот так? Нет, слушай, попал. Секунду. Вроде попал. Очень странно. Я не знаю, сколько на тебя грабанов понадобится. У меня, на самом деле... У меня, на самом деле, их не так много. Всего-навсего 50 штук было. Вот было бы, что хорошо узнать, насколько... Насколько быстро у тебя спадает оглушение. Вот это было бы просто... Идеально бы узнать, потому что... Вот то, что я от тебя уплываю. Вау. Куснуло, нет? Нет, не куснуло. Хорошо. Чёрт, попал. А вот теперь укусило. Пошло кровотечение. Отплываем, отплываем, отплываем. У ихтиозаврика всего тысяча здоровья. Поэтому нужно быть крайне-крайне аккуратным. Где? Не вижу. Где-то здесь. Вон вижу. Вон вижу. Хватит умирать от голодухи. Хватит. Чё это вдруг у тебя так голод-то решил заканчиваться быстро? Попал. Отлично. А-а-а! Только вас здесь не хватало. Они сейчас ещё, скорее всего, сагрились на меня. И угри ещё, смотри, а. И угри, и эти гады. Ну-ка, пошли навстречу. Поплыли навстречу Меглодону. Попал. Дурацкое место какое-то. Меня здесь всё прям раздражает. Здесь очень опасно. Здесь очень опасно. Нет! Да плыви же, господи! Ничего, усыпим, усыпим, усыпим. У нас ещё есть и обычные траклизирующие стрелы, и легендарный арбалет. Так что с этим у нас никаких проблем нету. Здесь около стены, я думаю, что всё будет хорошо. Будет гораздо проще её усыплять. Но здесь, честно говоря, холодно. Чёрт! Она рядом. Акула эта рядом. Давай-давай-давай! Плывём! Плывём! Чёрт! Ещё одна увязалась. Есть! Фух! Чего? Всё, что ли? Подожди, подожди, подожди. Я не верю своим глазам. Так, секунду. Мы её усыпили, что ли? Да, мы её усыпили. Отлично! Я просто смотрю, она так подзависла. А, ну всё понятно. 115 тысяч торпора. То есть я понял, почему это так долго... Ну, всё было. Наркотики... Чёрт бы тебя подрал! А, есть у меня наркотики. Бог с ним, есть. И вот эту я настреливал минут 20, наверное. Только оборачиваясь хлопа, она тоже что-то как-то не двигается. Я же даже немножко испугался. Ну что, я думаю, что обычный корм для хищника, вот это вот, должен на неё работать. Она должна быстренько приручиться. Да. Всё. То есть с этим у нас никаких проблем нету. То есть я с собой взял на всякий пожарный и праймит. Я взял седативку с собой на всякий пожарный. То есть у меня всё было. Ну, а вдруг? А вдруг? Потому что у нас уже были такие случаи, когда не приручалась. Так, давай-ка тебе поставим седло. 66 тысяч. Здоровье. Выносливости 1200. Скорость передвижения 100%. Но вот мы сейчас посмотрим, как тебе скорость передвижения будет. Ну, сколько тебе прибавлять. Почему я так медленно плаваю? Вроде у меня ласты. А! Это просто ты мне мешаешь плыть. Я понял. Я понял. Она уже просто уткнулась в меня и мешает мне плыть. Поплыли домой. По пути сейчас не будем никого грызть, чтобы их тебя заврикой не загрызли. Потому что у неё всего где-то тысяча здоровья. Вообще, как мы далеко с тобой от дома? Блин. А ты быстрая? Да, она быстрая прям. То есть... Ну, это в смысле альфа. И как видите, что я и говорил. То есть под водой свечения практически нету. Свечения есть только когда мы выплываем на поверхность. То есть тогда заметно. Из-за этого находить довольно-таки сложно. Ты... Да, ты не отстаёшь. То есть можно просто вот так вот выплыть на поверхность, чтобы видеть, куда мы плывём. И плыть домой. Опа! Опа! И сразу кислородный баллон сломался. А кислородный баллон у меня всё-таки необычный. Он зелёный был. У меня, кажется... Да, у меня два зелёных кислородных баллона. Тихо. Не надо. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ты на кого тут зарубился? Эй, дядя. Ну, может быть, не дядя. Может быть, рыба. Так, всё, потащили быстренько их тазаврика домой, чтобы его нам тут не сгрызли. Если не ошибаюсь, дом где-то здесь. То есть... Я на самом деле не далеко отплыл. Да нет, нашёл я её где-то там. Я потом просто вернулся к стене, и вдоль стене до полусуда так просто вышло. Да, всё, поплыли домой. Всё-таки, да, действительно, она очень красивая, классная. Поплыли немножечко по грызём животных. Так, я специально снимал маску, чтобы у меня видео не глючило. Хотя, может быть, всё равно заглючит это именно... Ну, у меня тут края срезаются потом при перекодировании. И это... Потому что программа пытается убрать всё чёрное, не считая этой частью видео. Если заглючит вдруг, то сори. Ну, там совсем небольшой краешек убирается. Обычно вот быстрые слоты там или как раз полоски с кислородом, что-то типа того. Давай-ка... Давай-ка мы тебя быстр... Ну, там на самом деле совсем чуть-чуть, немножко убирается. Ну, мегалодон это было очень просто. Вот гораздо мне интересно, насколько сильны вот эти плезиозавры. Самочка 130-я. Ой, самочка 100-я. Ну, они, в принципе, маленькие, потому что обычные плезиозавры мне не нужны. Ну, вот никаким богом. У нас уже есть мозозавр с вами. Если приручать, то альфачей, естественно. Если приручать, то альфачей. А я даже не знаю, плезиозавры альфы есть. Мозозавры вроде точно альфы есть, которых можно приручить. И седло на них я даже видел. А мы сейчас просто этих загрызём. И потом проверим уже в чертежах. Так, ну пока что вот базовый урон 247. После приручения. То есть 145-я самочка. Я ничего не прокачивал. Урон 247. Запомним. Сейчас мы с них немножечко прокачаемся. Но это всё равно гораздо сильнее, чем они нам наносят урон. И это было бы сильнее, если бы мы с вами просто вот такого плезиозавра приручили. Поскольку прибавляется жизни. По 300 где-то. Ну давайте вкачаем 70 тысяч. Мне просто вот хочется, чтобы было такое круглое число. Вот так вот. 70 тысяч. Во-вторых, выносливость 2000. И, наверное, всё в урон. Потому что акула довольно-таки быстрая. Можно просто всё в урон, мне кажется, вкладывать. Акула реально довольно-таки быстрая. 495% урона. Пошли сейчас. Это что такое там? Ах, теазавр. Пойдём. Вот здесь я где-то мозазавра видел. Ой. Ой. Угри. Электрические угри. С ними не будем встречаться. Вижу. Отлично. Привет. Цель. Нет. Вот. 399%. Теперь, если вкачаем 1 очко, прибавка на 4. Ну неплохо так, кстати. То есть 10 очков даёт 40 очков урона. Примерно, да? Давай ещё раз проверим. Ещё чуть-чуть вкачаем. Там манта где-то плыла только что, если не ошибаюсь. Ещё 1 очко вкачали. 407%. Ну да, примерно так и есть. Окей. И на самом деле, помните, я упомянул, что хочу призвать сегодня одного босса подводного. Я думаю, что здесь это будет сделать лучше всего. Этот босс, он из мода Jurassic Park. И он не спаунится на карте. Я бы его показал бы на карте. Ну просто говорю, 2 недели играю. Я постоянно проверяю чеку и его нету. Соответственно, я на самом деле списываю это на глюки подводного спауна Рагнарёка. Потому что здесь под водой всё как-то очень странно и плохо спаунится. Либо стоит ещё раз весь сервер вайпнуть уже там с сервака. Так, ладно, хорошо. Давайте я всё-таки покажу того босса, о котором я говорил. Заспаунить. Это исключительно просто для обзора и сравнения. Я просто хотел показать, как он выглядит. То есть у него вокруг него идут вот эти вот свечения. То есть такие, не знаю, сполохи электрические. Давайте отключим сейчас отображение интерфейса. У него, смотрите, 849 тысяч здоровья. Ну почти миллион, да? То есть довольно-таки большой урон в ближнем бою, я думаю. Интересно. А покататься на тебе можно? И хотел просто продемонстрировать на фоне вот этого прирученного мегалодона, насколько он больше. Потому что альфа-мегалодон больше обычных мегалодонов. И я хотел показать, насколько вот этот колосс больше альфа-мегалодона. Давайте отплавим в стороночку. То есть, как видите, реально разница, но где-то в треть. И это при том, что альфа-мегалодон где-то в два раза больше, чем обычные мегалодоны. Например, ну так. То есть это действительно колосс. Это действительно огромная-огромная дикая акула. Причем, как вы видите, там огромное количество у нее было жизни. 900 тысяч. Интересно, а седло на тебя есть? Блин, она получилась очень такая жесткая и свирепая. Давайте глянем. Может быть на нее седло имеется. Но я очень сильно сомневаюсь, что ее можно приручать. Чего? На нее есть седло? Ну-ка добавить. На тебя есть седло? Да ладно. А я думал, ты конкретно босс. Ну, честно говоря, тут не все... Опа, в нее заплыли. Тут не все до конца понятно. Потому что большинство информации на английском языке... Информация... Даже проблема не в том, что она на английском. У меня с этим нет проблем. О, смотрите, как оно выглядит. Прямо как будто бы такая камера у него на спине. Проблема даже не с тем, что там английский язык или не английский язык. Проблема в том, что найти ее довольно-таки сложно. Потому что она очень разрозненная. И, видимо, разработчикам было просто лень писать нормальную хорошую информацию полноценную. Но, блин, слушайте, это очень круто. Давайте-ка откатимся. Давайте откатим камеру. Я так даже не вижу. Но это проблема, конечно, всех больших гигантских животных. Потому что тебя... Твою текстурку закидывает куда-то ему там на спину. О! Это от первого лица, представляешь? Мы действительно в этой камере находимся. Прикольно. То есть нас действительно закинуло ему на спину. И мы из-за этого ничего не видим. Так, а давай-ка мы тебе немножечко прокачаем там урон в ближнем бою, например. 849 тысяч жизней. Вообще нужно разобраться, почему он не спаунится в море. Я-то надеялся, что он будет спауниться. И его можно будет там либо посражаться с ним как-то, либо его приручить. Пойдем, найдем кого-нибудь и попытаемся укусить. Ну вот, хотя бы манту. Хотя бы манту. Пельмешку эту. А, я не... Я... 1600 урона нанесли, да? Я просто отключил на данный момент этот самый отлетающий урон. Ну-ка еще одно. 2400. 2400. Как так? А почему той 1600? 2400. Хорошо, может быть, это просто небольшой заглюк. Давай еще прокачаем урон. Вот там плавает... Кто там у нас плавает? Ихтиазаврик. Ну ладно, давай просто для теста и тоже тебя укусим. 2700. Вау. Просто вау. И второй момент, который я хотел протестировать, это призвать второго такого же Мегилодона и посражаться с ним. Давайте это сделаем. Но я призвал его не 150-го уровня, а 90-го. Просто неинтересно, насколько он силен и что он делает. Выглядит он, в принципе, точно так же, как и мы. Наносит 1100 урона. Но у него, скорее всего, да. У него будет меньше жизни, чем у нас. Так, хорошо. Я сейчас... Я сейчас, на самом деле, на нем не вижу шкалы жизни его. Я абсолютно не вижу шкалы жизни. Это какой-то мод, что ли, добавляет эту шкалу или что? Ладно, давай попытаемся загрызть. На самом деле, у нас урон 2500. Если у него там миллион жизней, это придется довольно-таки долго грызть. Это просто будет бой минут на 10. То есть, я именно хотел посмотреть, насколько он сильный в плане... Насколько он мне будет много урона наносить, а не я ему. То есть, мы его грызть сейчас не будем, потому что это у нас по большому счету обзорчик. Давайте убьем его через команду. Admin cheat kill. Давайте убьем его через команду. Что мы с него получаем? Мы получаем тег турель, тег седло для мозазавра, тег седло для мегалодона. То есть, смотрите, мы, в принципе, с него получаем теговские вещи, да? Собрать с него ничего нельзя. То есть, ну, теговские рецепты конкретно я имею в виду. Сгрызем. Простая рыбка. Хорошо. Если на тебя существует седло, это значит, его можно приручить. Так, окей, я заспомнил еще одного, 80-го. Предположим. То есть, что я хочу сделать? Агрим его на нашего колосса. Агрим его на нашего колосса. Всплываем. Хорошо, я пересел на грифона. А почему он не агрится на него? Вот он он, да? Во, все, он сагрился. И мы его, по идее, можем настреливать, пытаться усыпить. Два. Отсвистел на пассивку, вон мегалодон. Попал. Он всплыл. Он всплыл. Вот он он. Секунду. Все? Я его усыпил, да? Я его, походу, усыпил. Смотри, смотри, смотри. Колоссус мегалодон. Без сознания, да? То есть, 700 тысяч торпора. Хорошо, подожди. Если я в тебя вот это положу. Это тебе уберет еду. То есть, это... Да ты прям приручаешься, да? Смотрите. То есть, его можно конкретно приручать. Приручение 90%. И он приручен. И он реально приручен. Нужно экипировать седло, чтобы на нем плавать. То есть, их можно усыплять. Их можно приручать. Давайте открывать тогда энграмы. Искать здесь тогда колоссус. Я даже не знаю, что делать. Вот оно на 95 уровне. И оно крафтится из волокна кожи. То есть, это в металло-цеметной пасты. То есть, это вполне нормальное создание. Которое должно просто здесь спавниться. Я не знаю, почему не спавниться. Оно должно здесь спавниться. Его можно усыплять. Приручать. И на него можно делать седло. Вау. Ребят, я этого реально не знал. Ну, просто я же могу посмотреть на сервере. Есть хотя бы одна особь здесь или нет. И естественно, ни одной особи на серваке не было. То есть, мы сегодня с вами реально посмотрели, можно ли его приручить. Оказывается, это приручаемое животное. Я, честно говоря, даже не знал. Я думал, что это просто-напросто босс. То есть, которого нужно убить. Потому что, блин, ну как, он был в разделе босса. Я даже не ожидал, что его можно приручать. Не так много информации, на самом деле, по Jurassic Park Expansion. Не так много в открытом доступе. Соответственно, блин, мы с вами это протестировали. В будущем обязательно как-нибудь в выживании попытаемся его по-нормальному приручить. Второй вариант это приручать его. Если без Extinction Cora Nunnake, когда чистый такой Jurassic Park Expansion стоит. То второй вариант приручения его, это, скорее всего, создать ловушку. Туда его загнать. То есть, загнать на мелководье, где будут уже установлены эти самые гигантские ворота металлические. Потом загнать его внутрь, застроить его. Потому что, скорее всего, сквозь гигантские ворота он не проплывает. Сейчас мы это еще протестируем. Вот, загнать его внутрь. И там уже быстренько настреливать и усыплять. Ну и периодически, естественно, наверное, подходить и проверять, сколько там у него осталось торпора. Но, на самом деле, классно. Я сегодня прямо удивился, что его можно приручить. Потому что для меня это оказалось действительно шоком. Я реально не знал, что такое возможно. Фу. Ну вот. Решил все-таки подзаморочиться и расширить немножечко загончик. Так будет получше. И он даже сюда влезает. По большому счету, никто их теперь не сгрызет. И все здесь на месте. Так, и теперь, как я обещал, я хочу дать сегодня парочке еще животным имена. В первую очередь, это будут вот эти скоробеи. У них нету пола. Так что, я думаю, их называть можно как хочешь. Соответственно, мне очень реально понравилось. Это у нас будет семечко. Семечко. А вот это будет виноградина. Ну, не знаю, как это мило и прикольно. Ты у меня будешь виноградина. И следующее животное, для которого я выбрал имя, это Альфа Носорог. Альфа Носорог. Вот и реально нам было много таких комментариев под этим выпуском, где мы приручали с вами Альфа Носорога. И будут его звать... Сейчас, секундочку. Пойдемте до него доберемся. Его будут звать Рокстеди. Потому что это действительно классное имя для Носорога. Это был очень классный Носорог такой из черепашек-ниндзя. Я его прекрасно помню. И я даже как-то... Я совершенно про него вот на тот момент забыл. И когда вы мне про него напомнили в комментариях, и такой, блин, это же просто гениально. Это идеальное имя для Носорога. Давай, выбирайся отсюда. Он тут застрял в них во всех. В Террексы, в Индоминос Рексах, в Паучихах. Не дают ему отойти так стопы. Растаскиваем их. Да, вот этого Носорога у нас с вами будут звать Рокстеди. Ну и опять же, очень много комментариев благодаря этому попало в выпуск. Потому что очень много было предложений конкретно этого имени. Постараюсь теперь хотя бы одно-два имя в каждом выпуске давать. Выбирать имена, добавлять. Вот. Но там, как получится, может быть, будут выпуски без имен. Когда вот совсем времени нет. Когда совсем вот есть только время на приручение, на запись, монтаж и всё. А на выбор времени нет. Такое тоже, скорее всего, будет, как и раньше. Но постараюсь теперь давать имена чаще. А на этом давайте завершать. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Блин, я без штанов. Давайте что-нибудь хоть вот это оденем хотя бы. Я не знаю. Чё-то как-то это чересчур. Нет, вот так гораздо лучше его видела. Соответственно, я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, я вижу вас в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok